Ребята, сегодня разговор пойдет о живых клетках. Вы, конечно, знаете, что все живые организмы на Земле имеют клеточное строение. Клетка — это структурная единица живого. Более 300 лет назад английский ученый Роберт Гук наблюдал через окуляр микроскопа тонкий срез пробки, обычной бутылочной пробки, и обнаружил, что структура пробки неоднородная, а состоит из неких полостей, камер, как назвал их Роберт Гук. Вот эти полости или камеры и являлись первыми увиденными человеческим глазом живыми клетками. Роберт Гук, разглядывая в микроскоп пробковый срез, установил ячеистое строение пробкового среза. Эти ячейки он назвал клетками. Но заглянуть внутрь клетки Роберт Гук не мог, потому что его микроскоп не давал достаточного увеличения. Много позже другие ученые, используя более совершенные увеличительные приборы, разглядели внутреннее строение клетки. Сейчас мы с этим строением с вами и ознакомимся. Откройте ваши тетради и запишите в них заголовок «Клетка». Все живые клетки имеют схожее строение, хотя и отличаются друг от друга. Любая клетка покрыта оболочкой, которая по-научному называется наружная мембрана. Мембрана способна пропускать вещества внутрь клетки и наружу, но не все, а избирательно. В этом заключается ее главная функция. Внутри живая клетка заполнена полужидким веществом, которое называется цитоплазма. Напишите «цитоплазма». Ну и наконец самая важная часть клетки – это ее ядро. Ядро обычно располагается в центре клетки и имеет округлую форму. Подпишите, пожалуйста, в ваших тетрадях эту часть клетки, ядро. Ребята, все живые клетки во всех живых организмах получаются при помощи деления. Каждая материнская клетка дает начало двум дочерним клеткам. Схему клеточного деления я сейчас изображу на доске. Откройте ваши тетради и запишите «деление клетки». Деление клетки. Мы с вами изобразим только схему этого процесса. На самом деле деление представляет собой последовательность сложных процессов. Итак, материнская клетка. Сначала в материнской клетке образуется перетяжка. Изобразим ее следующим образом. Затем по месту перетягивания образуется обособление двух новых клеток. Итак, из одной материнской клетки при помощи перетяжки образуются две дочерние клетки. Так выглядит процесс деления. Таким образом делятся живые клетки. Однако для размножения многоклеточных организмов такой способ неприемлем. Ну как же каждая клетка в нашем организме поделится пополам? И для того, чтобы многоклеточные организмы тоже могли размножаться, имеются другие способы. Самый важный из них, тот способ, который вы будете подробнее изучать дальше, это половой процесс. Для полового процесса характерно образование двух различных клеток в одном организме. В женском организме – это яйцеклетки, в мужском – сперматозоиды. Яйцеклетки – женские половые клетки, сперматозоиды – мужские. И для того, чтобы образовался новый организм, яйцеклетка и сперматозоид должны объединиться, должно произойти их оплодотворение. Процесс оплодотворения тоже является очень сложным, и вы будете изучать его позже. У различных организмов оплодотворение происходит по-разному. Оплодотворение у растений выглядит совершенно не так, как оплодотворение у животных. Еще хочу рассказать вам о различных видах клеток. В человеческом организме их насчитывается около двухсот. Клетки человека имеют разное строение и выполняют различные функции. Самые, пожалуй, удивительные среди них – это нервные клетки. Нервные клетки утратили свою способность к размножению, поэтому они не восстанавливаются. И ровно сколько их заложено у каждого человека от рождения, ровно столько должно остаться до конца жизни. Сама нервная клетка имеет уникальное строение. Для того, чтобы его представить, я попрошу вас воспользоваться вашими линейками. Итак, положите перед собой обычную школьную линейку. Найдите на этой линейке деление, равное одному миллиметру. А теперь представьте, что нервная клетка в сотню, а некоторые нервные клетки и в тысячу раз меньше этого миллиметра. Итак, сама нервная клетка меньше миллиметра. А вот ее отростки иногда достигают длину целого метра. Представляете? Если посчитать количество клеток, содержащихся в человеческом организме, то получится поистине астрономическое число – 100 триллионов. Для записи этого числа понадобится 14 нулей. Запишите число с 14 нулями в вашей тетради. Ребята, в человеческом организме клетки выполняют различные функции. И эта возможность дана им благодаря сложному внутреннему строению каждой клетки. Помимо мембраны, оболочки, ядра и цитоплазмы, в клетке содержатся образования, которые получили название органоиды, то есть подобные органам. Потому что эти образования, подобно органам человеческого организма, выполняют в клетке определенные функции. Есть в клетке митохондрии. Это так называемые энергетические станции клеток. Они отвечают за клеточное дыхание. Есть лизосомы. Лизис – это разложение. Лизосома отвечает за внутреннее пищеварение клетки. Это очень сложный процесс, но пока назовем его таким образом. Есть в клетках зеленые гранулы. Называются они хлоропласты. Правда, хлоропласты встречаются только в клетках растений. Именно хлоропласты обеспечивают частям растения зеленую окраску. И именно на хлоропласты возложена функция генерации кислорода. Благодаря хлоропластам кислород, выделяемый растениями, обеспечивает жизнь на нашей планете. А теперь, ребята, подумайте, каковы, по-вашему, предельно большие размеры живых клеток? Поистине гигантскими размерами обладают яйцеклетки. Сейчас мы попробуем найти с вами яйцеклетку в курином яйце. Внутри куриного яйца, после снятия белковой части, мы обнаруживаем то, что обычно называем желтком. Желток куриного яйца — это и есть гигантская яйцеклетка. Правда, ее часть, отвечающая за размножение, зародышевый диск, очень маленькая, и на вареном курином яйце его обнаружить невозможно. А вот все то, что составляет основу, желток — это запас питательных веществ. Подумайте, для чего этот запас может понадобиться яйцу? Вы, конечно же, догадались о том, что куриное яйцо свою первую стадию развития проходит вне организма матери, вне организма курицы. И поэтому запас питательных веществ будущим цыпленкам израсходуется полностью. И важно, чтобы в курином яйце было достаточно различных веществ, которые сложат основу будущего куриного организма. С яйцеклетками вы встречаетесь не только на примере куриного яйца. Например, рыбная икра — это тоже яйцеклетки. И вы наверняка знаете, что при помощи икры размножаются также земноводные, например, лягушки. А при помощи яиц размножаются присмыкающиеся, например, ящерицы, змеи. Правда, их яйца сильно отличаются от куриных. А представьте себе, какого размера должна быть яйцеклетка в страусином яйце. Представили? Молодцы! Но не у всех организмов яйцеклетки обладают таким большим размером. Человеческая яйцеклетка гораздо мельче. Но внимание! В человеческом организме яйцеклетки закладываются при рождении. И если в ходе развития девочки, девушки до взрослого состояния организм получает большое количество каких-либо неполезных или отравляющих веществ, то все это неизменно скажется на состоянии яйцеклетки. А значит, на здоровье будущего поколения. Поэтому я призываю вас, особенно девочек, беречь свой организм и, конечно же, питаться только полезной пищей. Кстати, о ней дальше и пойдет речь. Посмотрите, пожалуйста, на чудесные дары природы, которые наверняка ваши мамы и учителя предлагали вам использовать в качестве пищевых продуктов на завтрак, обед, ужин и вообще, когда захочется. Перед вами объект вашего домашнего задания. Итак, дома подумайте, пожалуйста, клетки каких овощей и фруктов вы можете рассмотреть невооруженным глазом без использования лупы и микроскопа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...